В Молдове могут появиться крематории. Соответствующий законопроект рассмотрят в парламенте. Документ разработали депутаты правящей партии. Новый закон будет регулировать работу кладбища и похоронные мероприятия. А еще в проекте признается свобода выбора типа похоронной церемонии и места захоронения. Учитывается и воля умершего или его родственников. Таким образом, любой гражданин будет в праве самостоятельно определиться с методом покребения. Будь то традиционные захоронения по христианским обычаям, либо кремация. До сих пор строительство крематориев было невозможно в нашей стране из-за отсутствия нормативной базы. Моя коллега Ирина Глушко разбиралась в теме. Согласно законопроекту, отныне будет регулироваться работа кладбищ, будь то их создание, управление или закрытие. Также будут прописаны все процедуры, необходимые для проведения кремации. Авторы документа утверждают, что законопроект гарантирует право гражданина на проведение достойной похоронной церемонии и равные условия для всех. Независимо от расы, национальности, вероисповедания или пола. Следует отметить, что деятельность кладбищ Республики Молдова основывается на регламенте, который был одобрен правительством Республики Молдова много лет назад. Нет, собственно, закона о кладбищах и этих похоронных услугах. Поэтому надо просто регламентировать эту сферу. И не говоря уже о том, что в других странах, которые, скажем так, более трепетно относятся к проблемам экологии, там ищут и другие технологические варианты. Но это пока что на будущее, наверное. Почему этим вопросом не занимались, мне сложно дать ответ, не говоря уже о том, что да, вы упомянули некоторые факторы, но это до некоторой степени фарисейство, потому что мы негласно, неофициально консультировались с представителями различных конфессий. Не буду приводить аргументацию, но, тем не менее, земля продолжит вращаться в том же направлении. Никто никого отлавливать на улицах не будет и заставлять не будет кремироваться. Это всего лишь услуга, да, специфическая услуга, но на эту услугу есть запрос, и она не противоречит ни здравому смыслу, ни, в общем-то, человеческой морали. Говоря о создании крематуриев, авторы проекта считают, что их могут открывать центральные или местные власти, а также частные компании в партнерстве с государством. А за соблюдением технических норм будет следить Министерство здравоохранения. Тут возникает вопрос выбросы, экологичность, запах, роза ветров, недовольство жильцов. То есть это все следует учитывать, это все должно быть регламентировано. Не было, чтобы не было так, что кто-то построил крематорий, но я утрирую. А потом в окно вашей квартиры доносятся какие-то специфические запах. Когда этот закон будет проголосован в первом чтении, после этого неизбежно последует публичное слушание, будут выслушены различные точки зрения, в том числе есть еще разного рода варианты. Будет ли это частный и публичный, либо это чисто частный. Потому что, если говорить уже в терминах бизнеса, этот рынок не такой уж большой для того, чтобы оправдать какие-то миллионные инвестиции. Вопрос о появлении в Молдове крематориев не новый. Еще в 2018 году был разработан такой проект. Власти столицы даже выделили участок земли возле кладбища Святого Лазаря под строительство крематория. Однако в ходе обсуждений парламентские комиссии отказались от этой идеи. Тем не менее, граждане Молдовы, которые желают кремировать своих близких, обращаются за такой услугой в Румынию или Украину. Одесский крематорий наиболее востребованный. Молдавские ритуальные службы помогают с организацией всего процесса. По некоторым данным, ежегодно их услугами пользуются порядка 150 наших граждан. Стоимость кремации составляет около 10 тысяч леев. В одесском крематории от комментария нашему телеканалу отказались, сославшись на то, что в военное время работа учреждения – это секретная информация. О строительстве крематория заговорили, когда стало понятно, что места на самом большом кладбище Европы, Святого Лазаря, или как его в народе называют Дойна, стало не хватать. Несколько лет назад территорию для захоронений расширили на 37 гектаров. Однако и этой земли хватит не больше, чем на два десятилетия. Поэтому создание крематория и колумбария при нем могло бы стать альтернативой. Комбинат ритуальных услуг также не предоставил комментарий, перенаправив в премарию и счетную палату. По статистике, ежегодно в Молдове умирают порядка 40 тысяч человек. В Кишиневе захоранивают от 5 до 7 тысяч. Пандемия коронавируса официально увеличила смертность на 2,5%. Демографы отмечают, что этот показатель почти сравнялся с уровнем рождаемости. А еще подчеркивают смертность населения выше в селах из-за меньшей продолжительности жизни. При таких темпах кремация также может стать одним из вариантов решения проблемы нехватки площадей и кладбищ. Однако наше общество еще не готово к таким альтернативам, считает демограф Валерий Саенсус. Это зависит от множества факторов. Прежде всего, зависит от интеллектуального уровня каждого общества. Не забывайте о том, что у нас больше половины населения живет в сельской местности, 40%. Изменить такой металлитет при православной стране является очень трудно. Нельзя забыть о том, что меньше 10%, наверное, 5% будут за кремацию. Но больше 5% я не думаю, что будет. Хотим мы или нет, но практически в тех странах, где смертность является высокой, и происходит много смертей, соответственно, они имеют и много решений. Но, как мы знаем, в Европе это все происходит в основном не путем захоронения, как в православных странах. Это все сжигается. Еще одним камнем преткновения на пути к принятию обществом кремации остается церковь. В митрополии Молдовы о законопроекте знают и заявляют, что депутаты, которые принимают такие решения, берут ответственность на себя. Церковь же остается на консервативной позиции и категорически против кремации. Аргумент, что земли в стране не хватает, считают недостаточно веским. Епископ Сарокский Иоанн подчеркивает, что в стране большой отток населения. Когда мы по собственной воле оставляем завещание, в котором указываем желание, чтобы наше тело было сожжено, или такое решение вместо нас принимают родственники, близкие люди, это посягательство на человеческое достоинство. Потому что человек был создан по образу и подобию Бога. Бог в Священном Писании говорит по этому поводу, что вышел из земли и в землю должен быть возвращен. Тем не менее, исключения бывают. В среднем ежегодно в митрополию Молдовы Московского патриархата обращаются порядка 10 человек за благословением на отпевание своих кремированных родственников. Примерно половину просьб удовлетворяют. В исключительных случаях выдается благословение. Каждый случай мы тщательно рассматриваем. Если, например, человек умер и тело было кремировано, и это было сделано против его воли, он четко выразил свою позицию при жизни и оставил завещание родственникам, что хочет после смерти быть похороненным по православным обрядам, а родственники не учли его мнение и кремировали тело, тогда мы предоставляем благословение на обряд. Есть и другие случаи, когда на расстоянии, очень большом от дома, от Молдовы умер человек. В некоторых ситуациях, когда нет никакой возможности привезти тело домой. Депутаты отмечают, что религиозная позиция не ключевая в этом вопросе. Просто теперь у граждан будет выбор. Республика Молдова не ведет учет своих граждан по конфессиональной принадлежности. Атеист, верующий, одна митрополия, вторая митрополия, иудеи, приверженцы ислама, протестанты, католики и так далее, и так далее. То есть мы светское государство. Когда речь идет о крематориях, это сфера услуг. Но всю территорию Республики Молдова превратим в кладбище. Или все-таки, скажем так, есть и другие технологии решения этой проблемы. Поэтому давайте оставим в стороне нашу религиозность, которая почему-то нам не мешает воровать, если говорить о коррупции. В мире востребованность кремации стабильно растет. Особенно это заметно стало после пандемии коронавируса. Многие предпочитают ее как современный, экологичный и более дешевый способ погребения. Например, в Испании прах интегрируют в окружающую среду. Из биоразлагаемых урн затем выращивают деревья. Таким образом увековечивают память об умершем. Ну а последует ли Молдова, такому примеру посмотрим.